Bluetooth подключение используется нами в быту очень давно. Страшно подумать, но в следующем году этому стандарту исполнится четверть века. Детские болезни давно позади, функционирует беспроводное соединение стабильно, а благодаря отлично проработанной обратной совместимости мы можем успешно объединять между собой устройства разных поколений, совершенно не задумываясь, как давно они были произведены. При этом Bluetooth продолжает совершенствоваться и обновляет версии с завидной регулярностью. На момент съемки этого видео актуальным является пятое поколение данного протокола, а самая свежая версия Bluetooth, реализованная в представленных на рынке устройствах, имеет номер 5.2. Как происходило развитие протокола и чем интересны его новейшие версии, мы разберемся прямо сейчас. Для того, чтобы понять, насколько большой путь прошли разработчики Bluetooth за прошедшие 24 года, давайте вспомним, какие возможности давало это подключение в ранних версиях. В самом начале с помощью Bluetooth можно было подключить компьютерную мышь, передать файл весом несколько десятков или сотен килобайт с одного телефона на другой, а также подключить устройство hands-free, дающее достаточно разборчивое звучание голоса. Во второй версии он стал в 5 раз более экономичный, в третьей версии появилась высокоскоростная передача данных, сопоставимая по своей пропускной способности со стандартом Wi-Fi. А в четвертой версии увеличился радиус действия и существенно расширился спектр устройств, которые могут использовать Bluetooth. В список добавились многочисленные датчики и сенсоры, применяемые как в носимых девайсах, так и в домашних умных устройствах. На сегодняшний день разработчики протокола уже предлагают использовать его в системах умного дома. Да и любители качественного звука уже оценили способность Bluetooth передавать Hi-Res Audio без проводов. Актуальное на данный момент пятое поколение превосходит предыдущее буквально по всем параметрам и дает пользователям ряд принципиально новых функций. Если сравнивать базовую версию Bluetooth 5.0 с предыдущей версией 4.2, обновленный протокол в два раза быстрее, передает в 8 раз больше данных и имеет в 4 раза больший радиус действия. Что же это дает нам на практике? Во-первых, по пропускной способности и радиусу действия, который в открытом пространстве превышает 200 метров, Bluetooth фактически становится альтернативой Wi-Fi, что снимает ограничения при использовании протокола в устройствах умного дома. Всевозможные датчики, сенсоры, термостаты, умные лампочки и даже камеры видеонаблюдения можно будет подключать по Bluetooth без лишних проблем с настройкой. Во-вторых, это открывает возможность раздачи интернета в общественных местах. Если раньше в торговом центре мы искали бесплатный Wi-Fi, то скоро, похоже, будем искать бесплатный Bluetooth. В-третьих, увеличение дистанции наконец-то избавляет нас от необходимости носить по дому смартфон при прослушивании музыки или во время разговора по телефону через Bluetooth-наушники. С пятой версией можно будет уйти гораздо дальше, не теряя при этом связь. Подключение беспроводных аудиоустройств также стало более продвинутым. Именно в пятой версии появилась возможность объединять две Bluetooth-колонки в стереопару, подключая обе напрямую к смартфону, а не друг к другу по цепочке. Также начали работать и полностью беспроводные наушники. В обоих случаях это положительно сказывается на качестве звучания. Ещё одна функция, появившаяся в Bluetooth версии 5.2, касается энергосбережения при передаче аудиопотока. Технически качество аудио и расход энергии всегда были связаны неразрывно, ведь чем выше битрейт, тем больше мощности требуется передатчику, и тем быстрее садится батарея. А значит, чтобы сберечь батарею, нужно понизить качество звука. Новая технология Low Energy Audio использует более умную систему управления расходом энергии. Она учитывает дистанцию от источника сигнала до наушников или Bluetooth-колонки, и в режиме реального времени поддерживает такую мощность передатчика, которая позволяет сохранять связь без снижения битрейта передаваемых аудиоданных. Как следствие, экономия энергии зависит от дистанции и стабильности соединения, но при этом никак не отражается на качестве звука. Среди менее глобальных, но также весьма полезных улучшений, появившихся в пятой версии, стоит отметить увеличенную скорость сопряжения, а также возможность точного определения местоположения подключенного устройства. Последнее будет особенно полезно тем, кто постоянно забывает, где оставил свой любимый гаджет. Подведем итог. Несмотря на то, что версия Bluetooth фактически не влияет на совместимость и к новому смартфону с Bluetooth 5.2 можно без проблем подключить аудиоустройство с третьей или четвертой версии протокола, существует немало причин выбрать более современные наушники или Bluetooth-колонку. Пятая версия протокола дает более быстрое подключение, стабильное соединение на большой дистанции, экономичность и высокое качество звука. На момент публикации этого видео модели с самой продвинутой версией 5.2 уже производят такие бренды, как JBL, Technics, Sony, Marley, Marshall, Yamaha и многие другие. Список постоянно расширяется. А у меня на сегодня всё. До новых встреч! Широкий ассортимент наушников и беспроводных колонок с поддержкой Bluetooth 5 версии представлен в интернет-магазине Аудиомании. А любые консультации по выбору вы можете получить на сайте и по телефону. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, если смотрите нас на YouTube. Так вы не пропустите новые видео.